Маленькое замешательство Владимир Николаев только что выиграл второе место в мини-турнире Заветные 35 10-рублевых монет А, уже 41, все-таки еще насшибало где-то сверху В общем, была у нас идея очень интересная Сегодня играли мы, разбрасывая монетки по слову Деньги, деньги, всегда бильярдисты И деньги, это рука в об руку идут, одно целое Я уже представил нашим зрителям Антона Преснякова Заждались мы в нашей бильярдной тусовке этого колоритнейшего персонажа Вот сейчас он скажет вам пару слов и уйдет отсюда Привет всем многочисленным зрителям Да, часто Сергей Алдонин у супруга и Даши Я, правда, не уверен, что он смотрит И хотя бы раз смотрел, но тем не менее Сейчас мы посмотрим два матча Два четвертьфинала Четвертьфинальные матчи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну из маски в маску Будем прыгать? Будем Ничего больше не остается Ну вот, сейчас увидишь видео впервые Первый блин, как говорится, комом Надеюсь, этого не состоится Ты хоть знаешь, что такие комы? Нет, первый блин не комом Это медведи Двойка едва не попала фактически в лузу противоположную Которую пытался сыграть Юра Сразу маленький ликбез для тех, кто закончил масленицу Масленичная неделя была неделю назад как раз Фраза «первый блин комом» взялась со старых языческих времен И называли в это время «комо едется» Почему? Потому что ком — это подревнерусский медведь Так вот, первый блин не комом, а комом-медведем относили Вот какая штука-то К сожалению, после того, как появились первые ком-интерны Смысл этой фразы резко изменился Они объявились на комы и сериалы «Интерны» Да-да-да, было все именно так Но, тем не менее, у нас первая партия подходит к концу Сложный выход Легко справляется с этим сложным выходом Юра И Ильяс, извините Не будем судить строго Антона Для него это первый опыт комментария Поэтому просьба говорить точно в микрофон Она, конечно, была справедлива Но мы будем стараться Честно говоря, не вижу пока Где можно было бы поставить счет матча А это важно Итак, Ильяс у нас появился счетом 1-0 Играют они, по-моему, на равных, да? Вот я пытался, на самом деле, посмотреть Можно убори уточнить Потому что у него табличка поближе, чем у нас Абсолютно открытая И вроде как по виду беспроблемная позиция встает У Ильяс И есть шанс оторваться еще на одну партию Ну, закусила Закусила двоечку К нашим многочисленным зрителям добавился еще один Тот, который только что Тот самый Чьё имя нельзя произносить в эфире вслух Тот самый главный из неудачников мини-турнира Занявший второе место Получивший железный скарб Жаль, наша камера настроена на стол Мы не можем показать, как он краснеет в этот момент Когда упоминает его имя Тем временем В партии завязалась позиционная борьба Тройка очень долго не игралась Поэтому игроки отыгрывались на ней несколько раз У Ильяса стоит совсем сложная композиция Мало того, что тройку не видно прямым ударом Она еще стоит, склеившись с другим шариком С моей точки зрения был фолс С точки зрения Юры тоже был фолс Наверное, 1-1 будет Сегодняшний турнир, между тем, собрал очень много любителей пула Самых разных возрастов и игровых категорий Я думаю, для турнира ABN Это вообще рекорд По количеству Безусловно Как подсказывает Михаил Мы можем это только приветствовать, как игроки Чем больше людей из разных городов Будут играть Тем популярнее будет наш вид спорта С каждым турниром все больше и больше На следующий турнир приедет, я думаю, под 90 человек Не исключено Все зависит от места проведения Тогда, скорее всего, встанет вопрос О проведении турнира в двух клубах раздельно Как это приходится делать, когда столов не хватает В частности, в Германии Я знаю, предстоящим летом Или в конце сентября Там будет в одном из местечек большой турнир Там 128 сетка полная собирается всегда И вот там они будут играть в трех клубах сразу Разных, потому что по-другому никак Сейчас Юра не очень хорошо вышла на Северку Вообще, Юра в основном полагается на свою магическую кладку И, как правило, ему удается вылезти из многих ситуаций Но все-таки, если бы он играл более академично То это помогло бы, наверное, ему почаще доплывать Но, с другой стороны, это значит изменить себе Вот, пожалуйста, безупречно справляется В общем, с довольно-таки сложной позицией Это чистый Юра Кстати говоря, да, ему девятку не нужно было забивать Соответственно Сравнялся счет До пяти довольно-таки короткий сет Для игроков этого уровня Так что я думаю, что сыграют они быстро И, в общем, есть, наверное, есть шансы, что мы успеем Наверное, там, если, конечно, не до полуночи Что вряд ли, то хотя бы там часов до двух уж точно управимся А поскольку два часа это будет уже завтра А завтра 8 марта Мы поздравляем наших заранее Это можно Наших многочисленных слушательниц Это же не день рождения, в конце концов Это же не день рождения Поэтому заранее Полностью согласен Можно было бы по этому случаю подготовиться И посмотреть, кто же у нас самая высоко доехавшая девушка Из участниц сегодняшнего турнира Потому что она участвовала фактически одна А, еще была Вика Нет, Вика Гурова играла Еще играла, по-моему, Настя Лукина Или как ее зовут? Аня, Настя Я путаюсь пока в именах юниоров Ну, скорее всего, нужно понизу смотреть У нас появился еще один телезритель Владимир Лысанов Приветствуем мы Он, конечно, не догадывается Но мы знаем, что он сейчас смотрит трансляцию С огромным интересом Несмотря на то, что здесь нет ни одного питерского игрока Он известен как Продвинутый фанат этой игры И пусть секретом для него останется Тот факт, что мы знаем Безусловно о том, что он сейчас нас наблюдает А тем временем Илья забил Очередной шар Ему-то надо собирать все Отличный выход на девятку Да, она золотого действительно Да, скиллы от зоны играла и не справилась Алена Я после этого матча вынужден уехать Ну что же Тем лучше Это прекрасно Давайте озвучим, где же Максим Дуданец Еще раз Такие кулуарные слухи ходили Человек, который не пропустил, по-моему, пока Ни одного этапа В сезоне Вдруг отсутствует Как раз-таки он был на одном Нам дополнил известно, что Федор получил приглашение Отпраздновать 8 марта в компании В компании с красивыми девушками Не мог им отказать Поэтому, к сожалению, 8 марта у нас покидает Ближе к ночи с 7 на 8 Ну что же, отыгрыш Посмотрим с другой камеры Очень интересная информация, да, поступила Я думаю, нужно ее озвучить на память Что Юрий Космирежкин начал играть в стрейт-пул В общем-то, это достойно всяческого одобрения Какая, Федор, у тебя лучшая серия в стрейт? 54? Это само собой Ну, не может же всяко быть больше, чем у Сераштана, правда? У Сераштана очень высокая серия Да Ну, не стесняйся, озвучь свои цифры Которыми ты можешь гордиться 104 104? Ну что же, это примерно на 60% больше, чем у Сераштана Где-то да На самом деле, чуть поменьше, чем 60, да У него 70 очков В общем, неплохо так А вторая, которая уступает этой? 101 Ага Сколько же раз ты делал за 100? Ровно 2? Ровно 2 Красавчик Ну, ребята, имейте в виду, что американцы четко ведут список ныне живущих игроков, которые собирали за 200, так что вам есть к чему стремиться Надо добавить, что ребята тренируются на 10-футовом столе Это не просто собрать 100 шаров в столе на обычном столе 10-футовый, и поговорю, что скоро даже хотят в первой мере начать тренироваться на 11-футовом столе Аналогов пока не имеется Скоро на русском уже А следующим, видимо, шагом будет стол 14-футовый плюс 1 Чтобы полностью, в общем, отвечать духу игры В общем, у нас пока здесь в партии тактическая борьба развернулась Ильяс допустил промах Сфалил он Юра получает биток с руки Ну, тройка не проходит, ты считаешь? Я думаю, да, не проходит А вот так? А вот так, думаю, что проходит Да, Юра тоже так думает, видимо Вышел, набрал хорошую резочку, через короткий борт поднимется Ай, мог быть хороший отыгрыш, но не получилось Сейчас он будет уводить за девятку биток, я думаю Тонким касанием? Да Вряд ли за семерку будет уводить, это рискованно Ну, Юра так посмотрел, как будто бы он хищно выцеливал тройку в угол Ничего себе Вот, прямо даже по замаху едва уже не ударил, честно говоря Он мог, он мог Что он делал? Ну, такой неочевидный В общем, вот игрыш повезло, наверное Тройка, если бы осталась чуть выше, там она была бы доступна для Ильяса Ну, я думаю, Ильяс все равно будет ее играть Ну, в принципе, да, учитывая близость шара к Лузе Ну, вот, перерезает очень сильно, то есть попадает даже сзади шара Второй шанс, да, второй шанс для Юры в этой партии Ой, он только что свалил Вот это чудо, конечно Вот, честно говоря, вот Я уже говорил о том, что это манера игры Вот Юрия Кисмирешкина такая вот летучая Бегучая и очень стремительная Но, честно говоря, сейчас, конечно, он совершил Даже не знаю, как этот поступок назвать Неосмотрительный, как сказать Скажем так, неосмотрительный Матримониальное самосожжение Да, вот я думаю, что в прошлые разы Тимофей Лошаков обогатил наш бильярдный лексикон И вот теперь от Антона Плеснякова мы тоже узнаем много новых терминов Которые сможем в дальнейшем использовать Надо отправить на Лошак ТВ К сожалению, партия забиловала обоюдными ошибками Поэтому сейчас вроде как наступает ее Но я думаю, это не последняя ошибка Да, Федя, я согласен с Федором Федор считает, что это только миттельшпиль Это еще далеко не эндшпиль Тут еще будет много интересного Потому что даже при Юрииной кладке удар нетривиальный Биток всякий, на обратном пути падает в девятку Да, как я и говорил Но Юра славится, как уже говорили, кладкой Да, и он вполне может срезать шар в угол Но там биток падает Биток никуда, конечно, не падает Биток не упадет Падает даже в восьмерку Будет очень тонко Падает восьмерка Мало того, если он шар не забьет Скорее всего, он не останется на игре Ударом Кстати, шар оказался почти прямой Поэтому мы просто не заметили, что он стоял напрямую Ильяс признает партию, потому что Ой, не виноват А, да-да-да Я совсем забываю, что там правила ласту В этом сете они играют Надо забить предпоследний шар на столе Напомню, для тех, кто, как и я Пропустил объяснение Михаила изначально Просто бы честно признался, что Поскольку впервые столкнулся с этой системой Ты вообще в ней не разбираешься Скажи больше, я впервые вижу перед собой Четыре картинки стола, все одинаковые Ну, Антон совсем не разбирается Потому что они вовсе не одинаковые И их не четыре Он даже этого не способен сосчитать Так, борьба у нас, равновесие, да, в матче? Довольно-таки простая позиция Как любит говорить Нев Николаевич Ну, где же тут можно ошибиться? И пусть от таких слов чаще всего происходит какая-то катавасия И игрок путается на ровном месте Ну, как мы уже видели, ни один раз это не проблема Выход от восьмерки Вот за семь встает, похоже, биток Чисто Я думаю, сейчас на массе забьет Причем не в эту лузу не прямо, а через борт И? И за семь? Нет Нет, почему же, это вовсе не маска там Почти была китайская, но не встала То ли я с идеальным ударом выходит на середину Ну, еще не конец партии Не может быть Федор просто не любит молодых дарований И здравый смысл А я говорил Тем не менее, оказывается, прав Но дуплет в середину Ему-то виднее Почему дуплет? Прямо играется Прямо в угол? Наверх? Конечно Можно наверх А можно вот так внутрь играть А я был прав Ну, как сказать, прекрасный На Евротуре такие, я думаю, Федя знает Не понаслышке, что такие забивают сплошь рядом Это даже заводок лишь не считается Кстати говоря, Федя достаточно неплохо опять съездил в Европу Ну, так более-менее нормально Попал там под раздачу Да, у нас и группа там, конечно Неплохой удар на самом деле Так вот надежно Оставил гораздо более сложный удар Вряд ли он будет отыгрываться Ну, удар очень сложный Режет, что-то Безумно сложный, резко Конечно, Ильяш понимает, что, в общем, не нужно лезть Но Юра знает дуплеты Как это ничего не даст? Ему этот шар игровой для него, ты все меня забываешь Ему нужно забить восьмерку, и он выиграл партию Поэтому дуплет в середину – это даром Только это и нужно делать Я думаю, Юра сейчас снесет стол Как обычно, столы Добермания заужают И даже те, кто это помнит Постоянно оказываются жертвами вот этого свойства Очень отважный удар, честно говоря Невероятно Ну, честно говоря, было бы странно Если бы он угадал пассили с такого удара И играет в середину, по-моему, между прочим Не дорезает шар, по-моему А, ошибся, я виноват Мне кажется, следующая партия будет сыграна обоими игроками очень чисто Возможно, даже одним из игроков Бывает партия, когда играют с чисто обоими игроками И девятка с мидком падает, вот так вот бывает Это чистое опыта, да? Нет Я думаю, выиграет сейчас партию Юра Причем будет множество ошибок Ну, позиции нет К сожалению, не играет с единичка Но Сомнительный, немного сомнительный отыгрыш Продемонстрировал Ильяс Ильяс Выходит под очень сложную комбинацию Но не боится убить Осознанно вышел под нее Боится, но просто не показывает Нет, оказывается, не боялся Раз забил сразу же Быстрым, четким, проверенным ударом Сделал еще один смелый точный удар Настолько точный, что Что даже противно Не точный удар Потому что нельзя сделать все удары абсолютно точными На самом деле, я бы сказал, что Оба спортсмена, которых мы сейчас видим Олицетворяют собой Тот самый стиль игры Который Миша назвал Бурей на тех, совершенно верно Will Will no skill Как можно сказать, перефразируя Слоган Лучший в мире хоккельной лиги НХЛ Воля, а не мастерство После бесподобных комментариев Антона Плеснякова Даже и добавить нечего Все, разрулил по полочкам, расставил Нимбы над ЙО Точки над И Из-за педы над Ять Федор ошибся, разумеется В прогнозе В своем первоначальном Того, кто выиграет эту партию Дадим Федору еще один шанс Дадим Федору еще один шанс И проверим Является ли он Родственником бабушки Ванги Федор Кто выиграет эту партию? Нет, скажите До разбоя Юйер выиграет Прекрасно Мы записали Дело в том, что Федор ошибся Сегодня не первый раз А как минимум третий До этого он дважды ошибся Играя в турнире Там я не прогнозировал Свою победу По нашему 4-2 А там непонятно Не попадает в шар Вот так вот Я просто переключаю Переключаю камеры Вы должны отвлекаться От позиций на столе Поэтому Сейчас что-то не встанет У кого-то Да Но, по-моему, коридор Там проходит точно Если не чисто попасть То уж от борта Совершенно Стопроцентно Даже перерезает, похоже Чуть-чуть есть, да Похоже, прогноз Моя 5-ник будет Что-то Юра Совсем отдает А, Ильяс? А что произошло Я не понял На самом деле Кусать стали лузы В Добермане Стали Честно говоря Они, по-моему, Кусали достаточно давно Ну Не знаю Ну, расскажи Поделись своей болью Своими впечатлениями О кусачих лузах Добермана Засадил я сегодня Даже не разбив Из-за закусывающих луз Как это может быть? Ну, потому что Мимо давал частенько Но первые две встречи 8-0 То есть Есть чем гордиться Да Я одну проиграл всего Как будто финал Да, бывает достаточно Пульс момента Пока Федор не успел покинуться Хочу поинтересоваться Федор Скажите Скажи точнее Чего ты хотел бы В идеале достигнуть В этой игре? Я имею ввиду Пул вообще Наверняка же Не рекордная серия Поиграть чемпионат мира Плох тот солдат Который не хочет Выиграть чемпионат мира По девяточке По десяточке Или по восьмерочке Ну, учитывая, что Шейн Иван Боунинг Пока не занес Ни того, ни другого Ни третьего Вы здесь Они сведи в равных условиях На равных тартовых позициях Получается, что Только что Михаил Возвал Шейна Иван Боунинга Плохим солдатом Каким, в общем-то, он и является Те, кто видел этого Солдата в игре То есть Выиграл Юра, получается, так? Это случилось каким-то Андрей Сиростан Забивает второй дурак подряд К Кристантину Сутипину Девятка шла в направлении Крыжа На них хотела Лошадиных сил Юра вернул интригу в игру Юра вернул в игру интригу И безнадежно прогнул сета Сейчас у него шансы уже Почти 40 на 60 Андрей Сиростан получает Седьмого шара в качестве форы У Кости Степанова Похоже, взят Ну, взят перерыв Интересная у нас на столе позиция Шары выстроились Такой линеечкой Ага, вот что у нас происходит Константин Степанов Действительно ведет У Сиростана 5-3 Играют они до шести Получает, как мы сказали Седьмого шара Андрей И вот сегодняшний шанс Нужно дать ему три ския Для того, чтобы, в общем, рассчитывать На то, что этот матч останется за ним Да, Андрей, пока удалился на тайм-аут Подумать о том, что можно еще сделать Андрей, кстати, сейчас возглавит рейтинг Ну, он говорил еще после предыдущего турнира Что по его подсчетам Как раз ему хватает Даже чуть ли не простого участия Для того, чтобы более-менее высоко оказаться А успешного участия Хватит для того, чтобы подняться На самый верх Да, с такой игрой я чувствую Я в рейтинге В 16-е войду, я думаю Это не важно, Федор У тебя же другая цель Совсем чемпионат мира Так что На дерби тоже хочу поехать На дерби есть Много способов попасть Денег нет Это, к сожалению, в стране не новость Посмотрим, у Ильяса есть шанс закончить сет Я думаю, нет А вот к нам и идет как раз та самая Счастливая Алена Золотова Счастливая обладательница звания Сегодня лучшей дамы Она еще не знает, что в честь 8 марта Она будет награждена Будет еще поздравлена нами Будет поздравлена организаторами турнира И по этому поводу получает еще бесплатное приглашение На дискотеку 8 марта Которая в соседнем зале Да, здесь прекрасная дискотека Прекрасные диджи Прекрасная музыка Клуб Дуберман Вообще идеально предоспособлен Для празднования Всевозможных праздников Типа 8 марта И Нового года В больших компаниях Вечера каждый выходной Начинается Станец Круга Юра идеальный удар сделал Просто идеальный удар Сделал Юра Спорез ради Скажем, что он сделал удар удлиненным кием Удар действительно был Близкий к идеальному Тут Федор нас не обманул Странно, что после этого Юра немного задумался о продолжении Последовательности шара Ну, все-таки есть над чем поразмыслить Потому что, видимо, сейчас он уже не хочет Инициативу упустить Боится запить шестерку Ну куда так сильно Шар режется А вот от девятки, где окажется биток Это уже неизвестно Я думаю, Юра об этом не сильно задумывается Главное забить Дуплетик можно сыграть Хоть и страшно, но это Это более надежно С точки зрения выхода С точки зрения выхода Надо играть дуплет, вы понимаете И вот Юра понимает это как никто другой Безусловно, красавчик Играем шестерку в угол Там есть естественное Естественное резко есть Вы же не знаете, что угловая луза больше с этой стороны Поэтому Не с этого ракурса Да, пусть он играет Пусть он играет в середину, безусловно Пусть Юра играет в середину Я не спорю Здесь я согласен На оттяжке, на любимом На плотном ударе Вот так вот Вы понимаете Даже Юра играет правильно Да А вы два остолопа Никуда не годитесь Юра играет правильно Но к сожалению Через буквально три удара Его судьба в этом турнире Может быть Нет Произошло очередное горе-злосчастье Пошли ошибки Пошли очень такие Довольно-таки грубые пошли ошибки Это наверное первое такое В исполнении Ильяса в этом сете Игроки устают Неудивительно Скоро начало третьего Турнир еще продолжается Еще только Стадия четверть финала Напомню Что же будет дальше? Не знаю Давали ли мои коллеги По трансляции вам Расклад по другим Парт по другим Матчем Который сейчас происходит Итак мы получили то что хотели Контровая партия Квинтэссенция Бильярда Безусловно И всех других видов спорта В которых существуют Контровые партии То ради чего Болельщики любят смотреть То есть в принципе Мы могли бы не играть до пяти А тут же начинать с контровой Сразу же Было бы гораздо интереснее Ну вот у нас в турнире По Crazy Nine Ball Примерно такие позиции Взникали иногда Потому что Одним из условий турнира В общем-то Было ставить пирамиду Неряшливо Иногда Спасибо за субтитры Вот пока у нас в этом матче Перерыв На соседнем столе На втором Закончился тайм-аут Андрея Сераштана Он сейчас у стола И сейчас собирается играть пятерку Надо еще три шара сыграть На столе Восьмой Девятый Пятый Шестой Седьмой Естественно трудно сказать Проходит ли шестерка Мимо седьмого шара И куда она проходит Заказа на семерку Да видимо шестерка Не проходит Как раз Трудно Ну а что ему было делать Если не проходит Шестой Мимо седьмого Только комбинацию играть Надо было высмотреть Ну понятно Комбина забита Видимо была Не сильно тяжелая Ну что ж Молодец Вот как раз Андрей Стал на шаг ближе К той цели Которую мы озвучили Выиграть три подряд В общем-то Дать три ския Такая вот банальная задача Банальнейшая Чино выиграл Сможем вам сообщить Что известны уже Два полуфиналиста Одним из них Стал Клейнов Обыгравший Ростислава Зеленского 4-3 в контре Очень интересный вариант В общем-то Я думаю Что до До этого До начала турнира Да Мало кто мог бы Предположить Но вот Дело в том Что Андрей Вавилов Просто покинул турнир На стадии 1-8 Не стал играть Выгнажден был уехать Поэтому Таким образом У нас Господин Клейнов Попал В четвертьфинал Где и обыграл Зеленского А Руслан Чадахов 7-2 Довольно-таки Уверен Хотя какие-то Были там у него Моменты Когда он Очень с досадой Пытался пробить Дырку в полуке Тем не менее Он в 1-32 Проигрывал Луцкиру 3-1 Да Интересно И собрал По-моему До конца Ну в общем Руслан Раз за разом Не устает Опровергать Все ухищрения Все ловушки Которые организаторы Готовят В виде Непомерно Высокой форы Но в общем Видно что Мастерство Пока опережает Мастерство Нашего Мастера спорта Международного Класса Ну что же Главная стабильность Федор Мы знаем Что Я стабилен Как никогда У Андрея Чудо Не упал Биток Ну и пятерка Видимо А это четвертый Шар Да Он Не играется Там Шестерка С четверкой Как-то стоят Это 4-6 Стоят На дальнем Коротком Единица Стоит на ближнем Коротком борту К тебе Федь А четверка Шестерка И вот там Они сильно путают Что сделать Сейчас Константин Замечательный удар Биток четко Остался на месте Разведены шары По противоположным Коротким Бортам И Даже Может быть Там какая-то Маска Встала за шестым Шаром Кому ему У Юрия Вышло Время Ну Учитывая Что Время Не засекал Никто Включая Нашу Судейскую Коллегию То Юра Может себе Позволить Видимо Два раза Даже Наверное В общем Видимо Что Ильяс Пока решил Не тратить Время Даром А поставить Пирамиду Сироштан Красавчик От третьего Шара Но забил Единицу Не вижу А вот Первый Находится На столе И играет Дуплет Середину Ну что ж Замечательно Это была попытка Отыграться Она неудачна Андрей Андрей Подставил Шар И в общем-то Понимает Что эта партия Может стать Последней Потому что Костя ведет Всего одну партию Нужно ему выиграть Ну вот Еще один пример Того Что Пока Эти системы Форы При должном Напряге Со стороны Мастеров Не составляют Для них Большой Проблемы А у нас Тем не менее Сейчас будет Сыграна Та самая Контровая Партия Федор Ваше мнение По поводу Поведителя Предстоящий Юрий Кизбережкин Гроза То есть Вы уверены В этом Федор Просто Потому что У него Такая Прическа Неплохая Версия Мне придется Заканчивать С игрой Потому что У меня не может быть Никакой Прически Стала Конечно Не очень Стала Весьма Любопытная Позиция Как раз Для Контровой Партии Тройка Которая Не играется И Нет Шара Которым Можно было Ударить Эту комбинацию Чтобы Забить Тройку Там Все Таки Можно Что-то Сделать Любопытно Будут ли В этой партии Игроки Осмотрительные По крайней мере Юра Немного Изменяет Свои Параметры Игры Свои параметры Игры Совершенно верно Федор Уже Не столь Не столь Ловок И бездумен Как в начале Хорошо Когда есть Возможность Зайти В настройки И поменять Там Что-то У себя Выбрать Другой Пункт Меню Да Костя Степанов Вышел Почти На прямую Девятку Через Среднюю Лузу Но тем Не менее Шар Для В общем Игрока Его уровня Совсем Не сложный И шар Забит Буквально Вколочен Все-таки Андрей Имел Шанс Но Малость Не доехал Соответственно Еще один Полуфиналист Это была Контровая По нашим Подсчетам Это была Еще одну Партию Не хватало Да Две партии Раньше Итак Смотрим На нашу Вторую Контру Ну вот Видимо Пропустили Мы действительно Одну Партию В матче Степанова Сироштана И была Контра То есть Андрей Да Мы видим Что битка Там нет Юлий Достает Его Ну в принципе Ты прав Совершенно Здесь Конечно Надо Нырять На 2-9 Потому Что Даже Если Случить Что Тут Все Равно Удар Такой Достаточно Безопасный Ну В принципе Девятка Стоит Конечно Совсем Несложно Достаточно Близко К лузе Но Юра Решил Ну Посмотрим Посмотрим С одной Стороны Он прав Конечно Расстояние Там Гораздо Меньше С другой С точки Звения Забития На Мой Взгляд Это совершенно Были удары Равнозначные И с руки Возможность Поставить себе Прямую Без резки К счастью Федор В кои-то веки Угадал Победителя Этого сета Пока не будем Не будем торопиться Пока в том-то Деле Мы же знаем Проклятие Федора Горстана Известное Тем нехорошо В Питере Я угадал Тем не менее Федор Сейчас угадал Безусловно Юра Забьет Эту комбинацию Будем надеяться Что да Повода у нас Не будет Пред Юрой Извиняться За то Что мы Его сглазили Юра Выигрывает Матч Таким образом У нас определяется Еще одна пара Полуфиналистов А именно Фактически Одновременно Решили Свои Матчи За выход В полуфинал Константин Степанов И Юрики Смережкин А я вас покидаю До свидания До свидания Федор В общем Оставайтесь с нами Сейчас Маленький Перерыв И после Которого Мы предложим Вашему вниманию Полуфинальные Матчи Желаем Федору Удачного Веселья Редактор субтитров Корректор А.Егорова